Депутаты городской думы собрались на очередном заседании. Народные избранники единогласно подняли руки за изменения в правилах благоустройства. Они касаются размещения рекламы на фасадах жилых домов. Также приняли поправки в главный документ города Устав. Полномочия местных властей дополнили обеспечением условий для развития физкультуры, школьного и массового спорта, организации спортивных мероприятий. Заслушали доклады о работе в минувшем году контрольно-счетной палаты и об исполнении программы по развитию городского хозяйства. Тему продолжит Анна Долгушина. Как говорится, за деньгами нужен глаз да глаз. На очередном заседании Думы о работе в минувшем году отчитывается председатель контрольно-счетной палаты города Лилия Воронец. В 2015-м специалисты сделали акцент на контроле использования субсидий. В общей сложности провели около 60 проверок, в том числе и по исполнению бюджета. Под пересчет попали почти 11 миллиардов рублей. Нарушения недостатков выявили на сумму больше, чем на 30 миллионов. Следует отметить, что по сравнению с 2014 годом для незначительного увеличения объема правильных средств объем выявленных нарушений увеличится в 4 раза, что свидетельствует об основанности выбора от объекта контроля. О делах житейских, коммунальных и наиболее затратных рассказал начальник департамента городского хозяйства Игорь Косухин. Ремонтировать, благоустраивать, готовить город к зиме, латать дороги в минувшем году планировали на 1 миллиард 700 миллионов рублей. Потратили чуть меньше, экономия возникла по результатам торгов. Деньги ушли на капитальный ремонт 8 муниципальных жилых домов и 7 жилых помещений, подготовку объектов энергетики и коммунального комплекса к холодному сезону, содержание территории газовой столицы и многое другое. Содержание уличного освещения, ремонт отдельных участков уличной дорожной сети районов Северной и Южной, взаименно асфальтобетонного покрыта по улице Ямальской и 70 лет Октября. Была выполнена вертикальная планировка микрорайонного города, позволяющая поэтапно решать проблему подтопления дворовой территории. Это в районе Мирный, фрагменты 7 и 8. В районе Приозерный проезд, надежда и здание поликлиники в районе Олимпия. Народных избранников интересует деятельность по охране окружающей среды, в частности ситуация с бездомными животными. В 2015 году отловили больше тысячи четвероногих бродяг. Казалось бы, работа ведется, но выделенные на эти цели деньги освоены не все. Подпрограмма выполнена всего на 67%. Для кого не секрет, что вопрос одного бродячих собак, это самый больной вопрос у нас в городе. А у вас такое маленькое исполнение. В связи с чем это связано? Не хватает ли вас бригад или что? Существует на сегодняшний день законодательство, что мы не можем просто брать и отстреливать живот. Необходимо обеспечить их содержание, по крайней мере, определенный период, там, от пяти до суток, до двух недель. И вот эта процедура, когда мы отлавливаем их, потом содержим, в этот момент их кормим, и потом только вызываем ветеринарного врача, который принимает решение о необходимости эвтаназии, того ли бы немножко, поэтому это достаточно длительная процедура. Ранее было немножко больше, почему денег было запланировано больше. Один из важных вопросов на повестке дня у депутатов – рассмотрение заявления граждан. Они просят назначить собрание с участием городских властей по поводу решения жилищных вопросов. Ранее подобная встреча уже состоялась. Сегодня решено, что депутаты встретятся с инициативными новоуренгольцами в рабочем порядке. Со своей стороны хочу сказать, что из шести инициаторов я лично встречалась с теми, кто в количестве четырех человек, практически два человека у них только не были на приеме с момента проведения прошлой встречи. И неоднократно причем встречалась и объясняла все то же самое, что есть в российском законодательстве, что есть в решении судов, что есть порядок обжалования этих решений, если они не согласны. Но думаю, что есть необходимость встретиться еще раз с ними же и под тем же самым вопросом. Мы не отказываемся от их общения. Приняли народные избранники и изменения в структуре городской администрации. Для оптимизации работы из нее исключено управление капитального строительства. Функции в этой сфере переданы в департаменты городского хозяйства. Анна Долгушин, Артур Цвилек, служба новостей «Импульс».